Пэллом Грэнвилл Вудхаус Рыцари Маленькой Доры Переводчик Николай Чуковский Я очень много лет знаком со Стэнли Феттерстонга Юкриджем, но до сих пор ни разу не замечал, чтобы он когда-нибудь ухаживал за женщиной. Я считал, что Юкридж, как многие финансовые гении, избегает тратить свое драгоценное время на женщин. Его великий ум постоянно занят другими, более серьезными проблемами. Поэтому я был весьма удивлен, когда однажды встретил моего друга под руку с девицей в белом платье. Он помогал ей влезть в омнибус. Если бы это делал кто-нибудь другой, а не Юкридж, я бы нисколько не удивился. Но, повторяю, я никогда еще до сих пор не видел Юкриджа с дамой. Он держал себя вежливо и даже почтительно. Если бы его непромокаемое пальто не было такого яркого желтого цвета, его можно было бы принять за самого благовоспитанного Дэнди. Омнибус тронулся. Юкридж стоял и махал рукой отъезжающей девушки. Я набросился на него с вопросами. Его поведение встревожило меня. Мне вовсе не улыбалось в дальнейшем прикармливать миссис Юкридж и снабжать носками и рубашками целое стадо маленьких Юкриджат. «Кто это дама?» — спросил я. «Здорово, старина!» — сказал Юкридж, оборачиваясь. «Откуда ты? Если бы ты явился на минуту раньше, я бы познакомил тебя с Дорой». Девушка в белом платье все еще стояла на крыше удаляющегося омнибуса и махала Юкриджу платочком. «Это Дора Мезон», — сказал Юкридж, помахивая ей в ответ огромной ручищей. «Секретарша моей тетки. Там я с ней и познакомился. Джордж Теппер подарил мне два билета на утреннее представление в Театре Аполло, и я пригласил ее с собой. Мне жаль эту девушку. Ей богу, старина, очень жаль». «А что с ней такое?» «Не весело ей живется. Никогда никаких развлечений. Повести ее в театр — доброе дело ей богу. С утра до вечера она чистит японских собачек и переписывает на машинке идиотские романы моей тетки. Разве твоя тетка пишет романы? Самые дрянные романы на свете, старина. Ее на днях выбрали председательницы клуба «Перо и Чернила». Из-за этих романов я никогда не мог с нею ужиться. По вечерам, когда я ложился спать, она давала мне какой-нибудь томик своего сочинения и утром за завтраком расспрашивала меня о нем. Хоть бы за обедом, но нет. За утренним завтраком? Честное слово, это была собачья жизнь, и я рад, что уехал от тетки. Кровь киснет в жилах от чтения этих романов. «Теперь ты можешь понять, почему мое сердце обливается кровью, когда я думаю о маленькой Доре. Я знаю, что ей плохо живется, и когда мне удается доставить ей какое-нибудь маленькое развлечение, я чувствую, что мне прощается множество грехов. Я жалею, что могу так мало сделать для нее. Ты бы угостил ее хоть чайком после театра. Чай для меня недоступная роскошь, приятель. Уже чем трудно стало за последнее время выходить из ресторанов, не заплатив за еду. Кассиры постоянно следят за дверьми. Но если ты собираешься выпить чайку, я с удовольствием выпью с тобой за компанию. Я не хочу чаю. Идем, идем, будь немного радушнее, старина. Почему ты в середине лета носишь этот непромокаемый плащ? Не заговаривай мне, зубы, старина. Я вижу, что тебе необходимо выпить стаканчик чаю. Ты бледен, у тебя печальный вид. Доктора уверяют, что чай вредно действует на нервную систему. Они, пожалуй, правы. Не надо чаю. Мы можем выпить виски с содовой. Зайдем в ресторан. Несколько дней спустя на ипподроме в Дерби состояли скачки. И лошадь, которую звали Гунгадин, пришла к финишу третьей. Конечно, это событие не представляет большого интереса для большинства интеллигентных людей. Но для меня оно было необыкновенно важно. Я играл на скачках и поставил на эту лошадь. Это было счастливейшее событие всей моей жизни. На радостях я решил угостить моих ближайших друзей обедом. В список приглашенных был включен и Юкридж. Но он куда-то запропастился, и я никак не мог его найти. Признаюсь, втайне я радовался. По крайней мере, хоть один раз Юкридж не пообедает за мой счет. Я был так возбужден в этот вечер, что когда пробило 11 часов, мне не хотелось ни оставаться в ресторане, ни идти спать. Я предложил своим друзьям перенести нашу пирожку в ночной бар. Там музыка и танцы до трех часов ночи. Для этого нужно было только переодеться. На шести извозчиках мы разъехались по домам, чтобы встретиться снова. Увы, нам так редко дано предчувствовать грядущее бедствие. Входя к себе в квартиру, я насвистывал веселую арию. Даже уничтожающий взгляд Баулса, моего квартирохозяина, не поколебал моей радости. Обычно Баулс нагонял на меня трепет своим видом, но в этот вечер он не произвел на меня ни малейшего впечатления. «Эй, Баулс!» — закричал я и чуть не прибавил «голубчик», но вовремя удержался. «Эй, Баулс! Я выиграл на скачках!» «Правда, сэр?» «Правда! Гунгадин пришла третьей!» «Я читал об этом в вечерней газете, сэр. Поздравляю!» «Спасибо, Баулс, спасибо!» «Недавно к вам заходил мистер Юкридж», — сказал Баулс. «Жаль, что он меня не застал. Я искал его по всему городу. Что ему было нужно?» «Он заходил за вашим фраком, сэр». «За моим фраком?» — весело захохотал я. «Удивительный человек. Никогда нельзя предвидеть, что понадобится ему». И вдруг страшная мысль поразила меня, как удар кулака. Мне стало холодно, как будто в комнату ворвался ветер с улицы. «И что же? Он получил мой фрак?» — выговорил я, весь дрожа. «Конечно, сэр. Он взял мой фрак?» Я схватился за вешалку, чтобы не упасть. «Он говорил, что это доставит вам удовольствие, сэр», — продолжал Баулс. Баулс всегда относился к Юкриджу с какой-то непонятной снисходительностью. «Всю свою жизнь я никак не мог уразуметь, почему мой квартирохозяин так благосклонен к Юкриджу. Он постоянно угождал ему и заискивал перед ним. Такой прекрасный человек, как я, должен был всю жизнь дрожать перед Баулсом, в то время как Юкридж мог безбоязненно на него покрикивать. И ведь есть еще чудаки, которые уверяют, что все люди равны между собой. «Он взял мой фрак?» — пробормотал я. «Мистер Юкридж уверил меня, что вы будете счастливы отдать ему свой фрак на один вечер, ведь он вам сегодня не надобен». «Надобен? Надобен!» — закричал я, теряя самообладание. «Никогда до сих пор я еще не выходил из себя в присутствии Баулса. Через полчаса в баре ужин, на который я пригласил шестерых». Баулс сочувственно прищелкнул языком. «Что мне теперь делать? Может быть, вы разрешите мне одолжить вам свой фрак, сэр?» «Ваш фрак?» «У меня очень хороший фрак. Подарен мне его сиятельством покойным графом Окстедом, у которого я служил много лет. Он вполне подойдет вам, сэр. Его сиятельство было такого же роста, как вы, только немного тоньше. Разрешите, я покажу вам его, сэр. Он лежит у меня в сундуке». Законы гостеприимства священны. Через пятнадцать минут шесть человек соберутся в баре. Что они будут делать, если не явится хозяин обеда? Я слабо кивнул головой. «Вы очень любезны», — пробормотал я. «Нисколько, сэр. Это доставит мне удовольствие. Пожалуйста». «Если он говорил правду, я рад за него. Приятно думать, что твое несчастье доставляет удовольствие хоть одному человеку». Покойный граф Окстед был действительно тоньше, чем я. Я заметил это, едва только начал натягивать графские брюки. Мне всегда нравились гибкие и тонкие аристократы. Но теперь мне хотелось, чтобы балл служил у какого-нибудь человека, более приверженного к мычнистым блюдам. Да и бархатные отвороты на фраках давно уже вышли из моды. В комнате моей было довольно темно, и все же, взглянув в зеркало, я невольно содрогнулся. Кроме того, меня поразил какой-то странный запах. «Моя комната, верно, давно не проветривалась, Баус?» «Нет, сэр, я проветривал ее совсем недавно». «А чем это так пахнет?» «Я ничего не чувствую. У меня сильный насморк. Если вы готовы, сэр, я позову извозчика». «Нафталин! От фрака несло нафталином!» Я догадался об этом только когда сел на извозчика. Запах нафталина сопровождал меня всю дорогу до самого бара. Швейцар, снимая с меня пальто, чихнул. Люди, мимо которых я проходил, шарахались в сторону. Мои друзья с дружеской прямотой заявили мне, что я должен заплатить за ужин и немедленно удалиться, чтобы не портить им аппетита. Я чувствовал себя как прокаженный. Покинув шумный зал, я взобрался на балкон и закурил в одиночестве. Мои друзья весело плясали внизу. Но, увы, для меня танцы были совершенно недоступны. Какой-то незнакомый грубиян громко острил о моих бархатных отворотах. Я очень чувствительный человек, и его слова больно уязвили меня. Закурив сигару, я стоял на балконе и смотрел вниз на общее веселье. Скоро мое внимание привлек какой-то господин, плясавший с изяществом трактора. С первого взгляда мне почудилось в нем что-то знакомое. Но он стоял ко мне спиной, и я долго не мог разглядеть его лица. Но вот внезапно музыка прекратилась, он повернулся, чтобы похлопать в ладоши, и я увидел его гнусное обличье. Это был Юкридж? Да, Юкридж, облаченный в мой фраг, который великолепно сидел на нем. До этой минуты я никогда не понимал, что значит выражение «идеально сшитый фраг». С диким криком, распространяя вокруг себя едкий запах нафталина, я кинулся вниз. Мне хотелось тут же, при всех, изничтожить этого преступного злодея. «Ну-ну», — сказал Юкридж, когда я отвел его в угол, — «больше спокойствия, не горячись». Я высказал ему все, что было у меня на душе. «Откуда я мог знать, что тебе сегодня понадобится твой фраг? Войди в мое положение. Я зашел к тебе, потому что знал, что ты истинный друг, и не откажешься дать своему приятелю фраг на один вечер. А так как тебя не было дома, то откуда же я мог узнать, что фраг понадобится тебе самому? Что поделаешь? Такие недоразумения случаются сплошь дорядом. И к тому же у тебя есть второй фраг. Что же ты, в конце концов, волнуешься? «Неужели ты думаешь, что этот вонючий костюм тоже мой?» «А разве он не твой?» — в полном изумлении спросил Юкридж. «Нет, он принадлежит Баулсу. Баулс одолжил мне его на один вечер». «Он придает тебе замечательный вид», — сказал Юкридж. «Ты в нем похож на герцога или уж не знаю на кого?» «Он пахнет ловчонкой старьевщика». «Ерунда, дружище, ерунда!» «Он чуть-чуть пахнет нафталином, вот и все!» «Мне очень нравится этот запах. Он бодрит и поднимает дух. Ей-богу, дружище, ты благоухаешь, как розы. Элегантный, изысканный. Он невольно привлекает к тебе всеобщее внимание. Все дамы только и говорят, что о тебе. Когда ты подошел ко мне, я слышал громкий дамский шепот. «Кто это? Видишь, как тобой интересуется? Прости меня, дружище, я должен вернуться к бедной маленькой Доре. Она, верно, беспокоится и ищет меня». Он сказал это так трогательно, что я на мгновение позабыл свой гнев. «Ты здесь с той самой девушкой, с которой ты тогда ходил в театр?» «Да!» «Я выиграл несколько шиллингов на скачках и решил пригласить ее сюда поплясать. У нее такая невеселая жизнь». «Еще бы! Ведь она встречается с тобой так часто». «Как тебе не стыдно, старина!» С упреком сказал Юкридж. «Зачем ты меня обижаешь?» «Я знаю, что ты не хотел меня обидеть. У тебя золотое сердце. Я твержу об этом направо и налево. Если меня спрашивают о тебе, я отвечаю. У него неотесанная и грубая жалкая внешность, но сердце из чистого золота. Честное слово. Ну, прощай, старина. Я забегу к тебе завтра и принесу фраг. Мне очень жаль, что произошло такое недоразумение. Но пойми, мне хотелось доставить немного радости этой бедной, замученной девушке, у которой так мало веселых минут». «Постой», — сказал я. «Еще одно слово». «Что?» «Я буду сидеть вон там, на балконе», — сказал я. «Говорю это тебе, чтобы ты был осторожен. Если ты будешь танцевать подо мной, я запущу в тебя тарелкой, и, право, мне не будет нисколько жаль, если эта тарелка размажет тебе голову. Я тоже бедный, замученный молодой человек, и у меня тоже мало веселых минут». Из-за какой-то глупой боязни скандала я так и не пустил в него тарелкой, в чем никогда не перестаю раскаиваться. Правда, я швырнул в него булкой, но эта булка попала не в него, а в одного из моих друзей, того самого, который во время обеда слишком уж нахально обнюхивал мой благовонный фраг. На следующий день Юкридж пришел ко мне такой несчастный и растерянный, что мне стало жаль его. Я приготовил к его приходу много едких замечаний, но его горестный вид разжалобил меня, и я оставил все мои злые слова при себе. «Что с тобой?» — спросил я. «Ты похож на жабу, раздавленную плугом». Он тяжело опустился на диван и закурил одну из моих сигар. «Бедная маленькая Дора!» «Что с ней?» «Ее выгнали». «Выгнали? Кто выгнал? Твоя тетка?» «Да». «За что?» Юкридж тяжело вздохнул. «Произошло несчастье, старина. Я один виноват во всем. И я и не подозревал, какая нам угрожает опасность. Видишь ли, моя тетка ложится спать в половине одиннадцатого, и мне казалось, что если Дора уйдет в одиннадцать из дому, никто не заметит ее отсутствие?» Она оставила окно в нижнем этаже открытым, чтобы через него на рассвете проскользнуть к себе в спальню. «Но что случилось?» «Какой-то чересчур исполнительный, длинноухий осел?» Тут голос Юкридж задрожал от гнева. «Закрыл это окно!» «Понятия не имею, кто это сделал. Подозреваю главного лакея. У него прескверная привычка. Чуть наступает вечер, он обходит весь дом и закрывает все окна. Да, нелегко жить с людьми, которые вмешиваются в чужие дела». Что же было дальше? Видишь ли, уходя, мы оставили открытым окно в кладовую. Когда мы вернулись в четыре часа утра, окно это было крепко-накрепко закрыто. Мы уже было повесили носы, как вдруг вспомнили, что окошко ее спальни никогда не запирается, и воспрянули духом. Ее комната находится на втором этаже, но я разыскал в саду лесенку, и все обошлось бы благополучно, если бы не полисмен. Он подошел к нам, направил на нас свой фонарь и спросил, куда мы лезем. Лондонская полиция всюду сует свой нос. Они называют это исполнением служебных обязанностей. Я никогда не мог понять, почему они не занимаются своими делами. Каждый день в городе происходят десятки убийств, а они, вместо того, чтобы ловить преступников, пристают к благородным людям. Он направил на нас свой фонарь и спросил, куда мы лезем. Я объяснил ему все, что произошло, но он и не думал оставлять нас в покое. Он непременно хотел разбудить весь дом и установить, кто мы такие. Юкридж умолк. Его лицо искривилось от внутренней муки. «Ну и что же?» спросил я. «Ему это удалось», сказал Юкридж. «Что удалось? Установить, кто мы такие. С помощью моей тетки. Она вышла к нам навстречу в капоте и с револьвером в руке. Закричала, зашумела и выгнала бедную маленькую Дору со службы». Я не мог найти в своем сердце ни одного недоброго слова по адресу его бедной тетки, который втайне глубоко сочувствовал. Если бы я был богатой старой девой, живущей чинно и тихо, я тоже не держал бы у себя компаньонки, которая возвращается домой на рассвете. Но так как Юкридж явно нуждался в моих утешениях, я произнес несколько звуков, которые при случае могли сойти за выражение сочувствия. Это несколько утешило его. «Что делать?» спросил он меня. «Не знаю», — ответил я. «Но я обязан что-нибудь сделать. Из-за меня бедная девушка лишилась службы. У нее была ужасная служба, но все же она давала ей возможность заработать на хлеб. Как ты думаешь, не мог бы Джордж Теппер пойти и поговорить с моей теткой? Пожалуй, у него добрейшая душа, но я сомневаюсь, чтобы ему удалось чего-нибудь добиться». «Чепуха, приятель», — сказал Юкридж, к которому снова вернулся весь его непобедимый оптимизм. «Я хорошо знаю Теппера. Он редкостный человек. У него такой элегантный и респектабельный вид, что моя тетка и не заметит, как он обведет ее вокруг пальца. Ты не знаешь Джорджа Теппера. Я сейчас же пойду и поговорю с ним». «Это не мешает», — сказал я. «Если ты дашь мне несколько шиллингов на извозчика старина, я поспею в Министерство иностранных дел как раз к двум часам. В это время он освобождается, и мы вместе позавтракаем. Мне необходимо поесть, старина, чтобы подкрепить свои силы. Несчастье совсем расшатало мои нервы». Три дня спустя, рано утром, я торопливо одевался подгоняемый запахом ветчины и кофе, доносившимися из моей столовой. Одевшись и подойдя к столу, я увидел Юкриджа, который быстро пожирал мой завтрак. Он снова был необыкновенно весел и ретиво работал ножом и вилкой. «Здорово, старина!» — весело сказал он. «Здравствуй. Отменная ветчина. Никогда такой не пробовал. Баулс сейчас принесет еще, и ты тоже поешь». «Ладно, ладно», — ответил я. «Если ты позволишь, я буду вести себя как дома и выпью хоть маленькую чашечку кофе». Возле моей тарелки лежало несколько нераспечатанных писем. Я стал распечатывать их и вдруг заметил, что Юкридж внимательно смотрит на меня сквозь разбитое пенсне. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего», — ответил Юкридж. «Почему ты выпучил на меня глаза, словно рыба, которую вытащили из воды?» Он беззаботно отхлебнул кофе. «Странное дело», — сказал он. «Ты получил письмо от моей тетки». «Что?» Я разорвал последний конверт. Адрес на нем был написан твердым и уверенным женским почерком, совершенно мне незнакомым. Юкридж оказался прав. В письме было следующее. «Сэр, я буду счастливо принять вас послезавтра в пятницу в половине пятого, готовая к услугам Юлия Юкридж». Я был потрясен. Письма, которые я до сих пор получал по утрам, счета от портного и чеки от издателя всегда отличались ясностью, прямотой и простотой. Но это письмо сбило меня с толку. Откуда тетка Юкриджа могла знать о моем существовании? Зачем я был ей нужен? Я много раз перечел странное послание, словно египтолог, разбирающий иероглифы. «Что она пишет?» спросил Юкридж. «Она просит прийти к ней завтра в половине пятого». «Превосходно!» вскричал Юкридж. «Я знал, что на эту удочку она попадется». «Ничего не понимаю», — пробромотал я. Юкридж протянул руку и дружески похлопал меня по плечу. Широким рукавом пиджака он опрокинул на скатерть мою чашку кофе. Потом он снова опустился на стул и поправил свое пенсне, чтобы лучше меня разглядеть. Я, казалось, приводил его в восторг, и он внезапно разразился длинной хвалебной одой. «Старина!» — начал Юкридж. «Я всегда восхищался твоей готовностью помочь товарищу. Это лучшее твое свойство. Ты совершенно исключительный человек». «Что он за человек?» — спрашивают меня многие. «Превосходный товарищ», — отвечаю я. «На него можно положиться, как на каменную гору. Он всегда с радостью протянет вам руку помощи. Ради друга он готов в огонь и воду. У него золотое сердце и стальной характер». «Да, я не дурной человек», — согласился я сбитый с толку этим панегириком. «Продолжай». «Я не сомневаюсь, что ты будешь рад оказать мне небольшую услугу», — сказал Юкридж. «Мрачные предчувствия зашевелились у меня в душе. Я хорошо знал Юкриджа и от такого вступления не ждал ничего хорошего». «Что тебе от меня нужно?» Юкридж умерил мой пыл взмахом вилки. Голос его звучал нежно и убедительно. Он ворковал, как голубь. «Пустяки, старина, пустяки. Я хочу, чтобы ты помог мне сделать одно доброе дело. Я должен был с самого начала предвидеть, что осел Теппер ничего не добьется. Я говорю о Доре». Он третьего дня был у моей тетки и просил ее взять Дору к себе на службу. Но она прогнала его. «Это меня нисколько не удивляет. Я никогда не доверял Тепперу. Он слишком прост. А тут нужна хитрость, стратегия. Мы должны найти у врага самую слабую сторону и на нее направить все наше оружие». «Ты как думаешь, какая самая слабая сторона у моей тетки? Подумай». Пошевели мозгами. Один раз я слышал за стеной ее голос. Судя по ее голосу, у нее нет никаких слабых сторон. «Ты ошибаешься, старина. Скажи, что она пишет прекрасные романы, и она станет такая ручная, что ребенок сможет есть из ее рук». Когда Теппер сказал мне, что его постигла полная неудача, я закурил трубку и стал думать. «И внезапно меня осенило. Я пошел к одному моему старому другу. Ты его не знаешь. Я когда-нибудь познакомлю вас». И он написал моей тетке письмо от твоего имени. В этом письме он попросил у нее разрешение навестить ее и проинтервьюировать для женского мира. Это еженедельный журнал, который она всегда читает. «Теперь слушай, дружище, не перебивай меня». «Дело очень тонкое, и ты должен его понять. Ступай к ней, проинтервьюируй ее, и она станет как шелковая. Конечно, тебе придется притвориться молодым поклонникам ее дарования, но ведь это не важно. Когда ты ублажишь ее достаточно, можно будет начать действовать. «Я счастлив, скажешь ты, встретить писательницу, произведениями которой восхищался столько лет». И она ответит. «Это я счастлива, старина, а не ты. Тогда ты как бы невзначай брякни. Если не ошибаюсь, моя кузина... Или сестра... Нет, пусть уж лучше будет кузина. Если не ошибаюсь, моя кузина, мисс Дора Мезон, служит у вас секретаршей». «Ваша кузина больше у меня не служит», — ответит она. «Я выгнала ее три дня там назад. Тут тебе придется нахмуриться и сделать вид, что ты огорчен. Только тогда ты сможешь попросить ее взять Дору назад. Ты такой человек, что она не осмелится тебе отказать. Поверь мне, дружище, что стоит тебе только притвориться ее молодым поклонникам, и наше дело будет в шляпе, этот план непогрешим. В нем нет ни одного уязвимого места». «Есть одно». «Ты ошибаешься?» «Я все тщательно продумал». «Какое?» «Оно заключается в том, что я вовсе не собираюсь идти к твоей тетке. Можешь сказать своему другу, подделавшему мою подпись, что он напрасно истратил лист почтовой бумаги». Пенсне с печальным звоном упала в тарелку. Два глубоко огорченных глаза глядели на меня через стол. Стэнли Феттерстонга Юкридж был ранен в самое сердце. «Неужели ты хочешь отказаться от своих обещаний?» спросил он дрожащим голосом. «Я тебе никогда ничего не обещал». «Старина», — сказал Юкридж, опуская локоть на последний кусок ветчины. «Я хочу задать тебе один вопрос. Оставлял ли ты меня когда-нибудь в беде? Был ли хотя бы один случай за все время нашей дружбы, когда бы ты отказался протянуть мне руку помощи? Нет, такого случая не было. Нужно же когда-нибудь начинать». «Но подумай о ней. Дора, бедная маленькая Дора, подумай о бедной маленькой Доре». «Если это происшествие научит ее избегать твоего общества, это пойдет ей в конце концов на пользу». «Но, милый друг...» «Увы, у меня слишком мягкий характер. Да и ветчина, которой принес наконец Баул, была так хороша, что могла размягчить и самое черствое сердце. Юкридж льстил мне минут десять, и я, наконец, согласился на это гнусное дело. В конце концов, нужно помочь этой девушке. Галантность есть галантность. Мы обязаны изредка протягивать руку помощи своим ближним. В четыре часа следующего дня я взял извозчика и поехал к тетке мистера Стэнли Феттерстонга Юкриджа. Лакей, еще более важный, чем Баулс, открыл мне дверь. Он оглядел меня с плохо скрываемым презрением и повел по длинному ряду комнат. Я дрожал от унижения и страха. После жалкого убожества моей бедной квартирки я был потрясен роскошной обстановкой, в которой жила тетка Юкриджа. Чем дальше я шел по гладко отполированному, сверкающему паркету, тем мучительнее я чувствовал, что мне давно пора постричься. Заплата на моем башмаке, которая казалась мне такой уютной, когда я шагал по своей убогой улице, теперь вопиюще нарушала благопристойность окружавшей меня обстановки. При мысли о том, что через несколько секунд я встречу с лицом к лицу с легендарной теткой Юкриджа, я преисполнился восхищением перед своим доблестным подвигом. В гостиной находились две женщины и шесть японских собачек. Собачки одна за другой подошли ко мне и неодобрительно меня обнюхали. Запах мой им явно не понравился. Очевидно, они разделяли мнение Лакея обо мне. Одна из женщин, читавшая справа налево, была высокая, костлявая, с ястребиным лицом и леденящим взором. Другая, на которую я взглянул только мимоходом, была маленькая, очень приятная. У нее были светлые, слегка поседевшие волосы и добрые голубые глаза. Своим видом она напомнила мне мягкую пушистую кошечку. Я принял ее за случайную гостью. Все мое внимание было обращено на даму с ястребиным лицом. Она злобно смотрела на меня и вполне соответствовала моим представлениям о тетке Юкридже. «Мисс Юкридж?» — спросил я, учтиво скользя по мягкому ковру. «Я, мисс Юкридж», — сказала другая женщина. «Познакомьтесь, мисс Уотерсон, мистер Коркорен». Мне был нанесен жестокий удар. Я не сразу оправился от изумления. Судя по рассказам Юкриджа, его тетка была старая ведьма, чопорная с тонкими злыми бровями. Мне в голову никогда не приходило, что у нее такие добрые голубые глаза. Теперь я не понимал, что Юкридж находил в ней страшного. «Надеюсь, вы ничего не имеете против того, чтобы мисс Уотерсон присутствовала при нашей беседе», — сказала она, очаровательно улыбаясь. «Мисс Уотерсон зашла ко мне потолковать о бале, который устраивает клуб первого чернила. Она не будет нам мешать, не так ли?» «Конечно-конечно», — забормотал я, как мог любезнее. «О, что вы, конечно! Садитесь, пожалуйста!» «Благодарю вас, благодарю вас!» Старая дева с ястребиным лицом встала и отошла к окну. «Теперь нам совсем удобно», — сказала тетка Юкриджа. «О, еще бы!» — промямлил я. «Мне положительно нравилась эта женщина». «Скажите, мистер Коркорен», — начала тетка Юкриджа, — «Вы работаете в редакции «Женского мира»?» «Это мой любимый журнал. Я читаю его каждую неделю». «У меня нет постоянной работы в редакции, но редактор иногда вызывает меня и дает мне разные поручения. Понимаю, а кто ваш редактор?» Этот вопрос сбил меня с толку. Она, конечно, задала его мне, чтобы облегчить для меня начало разговора, но невольно поставила меня в безвыходное положение. Я тщетно напрягал мозги, стараясь вспомнить хоть одну фамилию, но от волнения мысли мои спутались, и я не мог придумать ни одной. «Вспоминаю, вспоминаю», — сказала вдруг тетка Юкриджа к глубочайшему моему облегчению. «Вашего издателя зовут мистер Джеванс, не правда ли?» «Я однажды виделась с ним на званом обеде». «Джеванс», — пробормотал я. «Вы правы, Джеванс». «Высокий мужчина с такими светлыми усиками?» «Да, усики у него довольно светлые». «И так, значит, он прислал вас интервьюировать меня?» «Да». «А о каком из моих романов вы хотели бы поговорить со мной?» Я уже совсем освоился было со своим положением, но этот вопрос снова выбил меня из колеи. «Какой дурак этот Юкридж!» Ведь он не догадался сказать мне, как называется хотя бы один ее роман. «Я хотел бы поговорить с вами обо всех ваших романах», — торопливо сказал я. «Понимаю обо всей моей литературной работе». «Именно», — сказал я. «Мне опять стала нравиться эта симпатичная женщина. Может быть, читателям женского мира будет интересно знать, какой из моих романов я сама люблю больше всех?» «О, безусловно, безусловно». «Нелегко автору ответить на такой вопрос», — сказала тетка Юкриджа. «Все мои книги — мои дети. Каждая из них мне чем-нибудь дорога». «Понимаю», — ответил я, — «понимаю». «А какую из моих книг любите больше всех вы, мистер Коркорен?» Я почувствовал, что попал в ловушку. Такие ощущения бывают только в кошмарах. Из шести корзинок шесть японских собачек, не мигая, смотрели на меня. «А я люблю все ваши книги», — услышал я чей-то хриплый голос. По всей вероятности, это был мой собственный голос, но я не узнал его. «Ах, как-то мило с вашей стороны», — сказала тетка Юкриджа. «Я польщена и тронута. Многие критики утверждают, что я пишу очень неровно, и наряду с хорошими вещами у меня есть плохие. Приятно встретиться с человеком, который держится другого мнения. Мне лично больше всего нравится моя повесть «Сердце Аделаиды». Кивком головы я выразил полное одобрение этому выбору. Огромная тяжесть упала с моего сердца. Я снова обрел возможность свободно дышать». «Да», — сказал я задумчиво хмуря брови, «пожалуй, «Сердце Аделаиды» — лучшее ваше произведение. В нем столько гуманности. Добавил я, думая, что это замечание вполне безопасно. «А вы читали «Сердце Аделаиды», мистер Коркорен?» «О, еще бы!» «Ну, как вам понравилось?» «Сверхъестественно!» «А как вы относитесь к тем критикам, которые утверждают, что некоторые места этой повести слишком неприличны?» «Я считаю, что эти критики ничего не понимают в искусстве». Тут только я начал догадываться, в чем дело. Раньше я принимал ее за сочинительницу высоконравственных поучительных стародевьих княжонок, но теперь понял, что ошибался. Она, безусловно, пишет эротические дамские романы, которые не допускаются в общественные библиотеки. «Сердце Аделаиды написано смело и дерзко», продолжал я. «Но тот, кто назвал эту книгу неприлично и совершил глупейшую ошибку. Неприлично? Нет, ни в коем случае. А что вы думаете о сцене в оранжерее?» «Лучшее место в книге», уверенно сказал я. Милая улыбка заиграла у нее на устах. Юкридж был прав. Похвали ее писание, «И ребенок сможет есть из ее рук». Теперь я уже жалел, почему я не читал ее книг. Тогда я мог бы упомянуть о каких-нибудь других подробностях и сделать ее еще счастливее. «Я так рада, что вам понравилась эта сцена», сказала она. «Ваша похвала придает мне смелости». «О, нет, что вы!» скромно пробормотал я. «Нет, теперь я действительно буду смелее работать благодаря вашим словам. Ведь я только сегодня начала писать эту книгу. Сегодня утром я окончила первую главу «Сердце Аделаиды». Она продолжала улыбаться так нежно, что я не сразу понял весь ужас моего положения. «Сердце Аделаиды» — мой будущий роман, который еще не написан. Сцена в оранжерее, которая вам так понравилась, будет только в середине этой книжки. Я собиралась начать ее в конце следующего месяца. Так странно, что вы уже с ней знакомы. Мне казалось, что подо мной обрушился пол. Любезность этой женщины только увеличивала мучительную трудность моего положения. Теперь только я понял, как ошибался, думая, что у этой женщины добрые глаза. Они сверкали злобным холодным светом. Она глядела на меня, как кошка, вдоволь поигравшая с мышкой и теперь решившая ее съесть. Вот почему Юкридж так боится ее. Этот взор мог бы нагнать ужас на самого бесстрашного человека в мире. «Меня удивляет», — продолжала она, «каким образом вы могли прийти интервьюировать меня от женского мира? Ведь в прошлом номере там уже было помещено большое интервью со мной. Мне показалось это странным, и я пригласила к себе мисс Вотерсон, редакторшу этого журнала. «Мисс Вотерсон утверждает, что она никогда не слыхала вашего имени. Ты слышала когда-нибудь о мистере Коркорене Матильда?» «Никогда», — ответила старая дева с ястребиным лицом, уничтожающе глядя на меня. «Как странно», — сказала тетка Юкриджа. «Действительно, необыкновенно странное происшествие. Ах, вы уже уходите, мистер Коркорен?» Мой ум находился в самом хаотическом состоянии. Но одну вещь я понимал твердо и четко. «Я должен уйти. Я уйду через дверь, если я найду дверь. Я уйду через окно, если дверь не попадется мне под руку. И я не завидую тому человеку, который попытается остановить меня». «Кланяйтесь от меня, мистеру Джевансу», — сказала тетка Юкриджа. «Я мялся возле двери, стараясь нащупать дверную ручку. Еще одна просьба, мистер Коркорен. Будьте добры, передайте моему племяннику Стэнли, что я прошу его больше не присылать ко мне своих друзей. Всего хорошего». За дверью я наткнулся на моего старого приятеля Лакея. Каким-то внутренним чутьем, присущим подобным людям, он понял, что я ухожу посрамленный. Его руки, казалось, едва удерживались от желания схватить меня за шиворот. Когда я спустился по лестнице и вышел на крыльцо, он внимательно оглядел мостовую, как бы ища на ней подходящее место, куда можно было бы получше швырнуть меня. «Какая прекрасная погода», — робко сказал я ему. Он не удостоил меня ответом. Шагая по залитой солнцем улице, я долго чувствовал на своей спине его проницательный взор. «Ну и про хвост», — верно говорил он себе. «Не догляди я как следует. Пропали бы серебряные ложки». Потрясенный, раздавленный, я пешком добрался до квартиры. Войдя к себе в комнату, я застал там Юкриджа, который лежал, раскинувшись на моем диване. «Здорово, старина!» — заорал Юкридж, протянул руку и налил себе рюмку вина. «Как жаль, что я не застал тебя вовремя. Я хотел предупредить тебя, что тебе не нужно ездить к тетке. Оказалось, у Доры в банке есть целых сто фунтов стерлингов. И кроме того, она уже поступила на службу машинисткой к одной состоятельной даме. Брось это дело. И без тебя все устроилось». Он закурил трубку, затянулся и облегченно вздохнул. Наступило долгое молчание. «Когда ты об этом узнал?» — спросил я, наконец. «Еще вчера», — сказал Юкридж. «Хотел зайти к тебе и предупредить, чтобы ты не ехал, но так завертелся, что совсем позабыл о тебе». Субтитры создавал DimaTorzok